В зоне подтопления какие районы края уже готовятся к приходу большой воды? На данный момент тенденции к росту уровней воды и в Рубцовске, и в Белоглазово пока сохраняются. Усыпить нельзя, держать негде. Кто должен отлавливать и содержать бездомных животных в Алтайском крае? Органы местного управления несут пункты передержки животных. И надо сделать это за них. Дело чести, каким будет Парк Победы в Барнауле? Красный свет в данном проекте является основным, и он создает некую такую красную линию, которая будет длиться до самого конца проспекта. В эфире наши новости в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Повышенная готовность. Спасатели края усиленно следят за началом первой волны паводка. Сегодня уровень воды в реке Олей на территории Рубцовска составил 570 сантиметров. Это уже на 10 выше критического. Когда начнется эвакуация и начнется ли вообще, узнавала Анастасия Дороган. Вместе с водой в Рубцовск прибыли и краевые спасатели. За рекой Аной следят дважды в день. Последний замер 570 сантиметров, уже выше критической точки. Но это пока не главная проблема. Главное у нас ледовый затор по территории города протяженностью 5 метров. Пока вопрос прорабатывается взрывниками, надеемся, что его так промоет. Лед не сильно толстый. После прошлогоднего бурного паводка в этот раз в соцсетях едва ли не ежедневно создают хронику первой волны. Вот оно и полный ледяных глыб, а вот вода приближается к участкам. На особым контроле еще один пункт – Шипуновское село Белоглазово. У нас горная местность, и вот по трубам идет с влагов вода, и вот некоторые дома там подтопили, дома два или три, наверное. То есть это вода от того, что тает снег? Да, да, да. Это не паводок. Это не паводок, да? Угу. Ну а через там, по-моему, еще метр до краев, берегов. На данный момент тенденции к росту уровней воды и в Рубцовске, и в Белоглазово пока сохраняются. Обстановка в круглосуточном режиме находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Какого-либо значительного ухудшения ситуации подтопление жилых домов на сегодняшний день пока не зафиксировано. Накануне жители Олейского поселка Октябрьский сообщали о подтоплении двух десятков участков и нескольких домов. Но в целом сотрудники Алтайского гидромедцентра прогнозируют спокойную первую волну. Хотя некоторые реки и скрылись раньше средних многолетних сроков. Саби, передают специалисты, лед уйдет в середине апреля. Эксперты напоминают, что сейчас уровень воды повышается из-за таяния снега в низовьях рек в горах. Его этой зимой было не так уж много. А сезона дождей, к счастью, не прогнозируют. Анастасия Дороган, Наши новости. А жители Тюменцевского села Андронова третий день остаются без воды. После обрушения бака водонапорной башни муниципальные власти обещали восстановить водоснабжение. Но в итоге краны заработали далеко не в каждом доме. По словам местных жителей, коммунальщики действительно ввели работу у рухнувшей водокачки. Но к вечеру вода пришла не ко всем в деревне. Хотя представители районной администрации сообщали о полном восстановлении водоснабжения. Вот на нижних улицах она там потихоньку без давления идет. А вот на наших, на верхних, воды нет. Это вот первое то, что, на мой взгляд, вранье наглое. Мы сидим якобы с водой. Второе. Жители отказались от подвоза воды. Но никто же у нас не спрашивал про подвоз. Женщина рассказала, что жители, как минимум все ее улицы, не знали о предложении привоза воды. Ну а если бы знали, то обязательно бы согласились. Сейчас им приходится покупать воду. То, что бежит из скважин, пить невозможно, потому что большинство колонок неглубокие. Напомним, водонапорная башня Вандронова рухнула 1 апреля. Официальная причина – надлом стойки. Неофициальная ветхость конструкции. Хотя объект должны были обновить еще в июне 2017-го в рамках краевой программы «Ремонт 100 скважин». К другим темам. 55-й Бийский маршрут возобновит работу в пятницу. В рейс выйдут машины предпринимателя Валерия Попова. Напомним, 21 марта автобусы прежнего перевозчика Юрия Матусовича без предупреждения не вышли на линию. Из-за этого жители Треста и 23-го микрорайона Бийска не смогли вовремя попасть на работу. В этот же день автобусы были обнаружены в Бурнауле на конкурсе за перевозки на лакомых маршрутках 77, 121 и 33. Юрий Матусович объяснил ситуацию тем, что собирался закончить работу в Бийске из-за нерентабельности. На сегодняшний день договор с ним расторгнут. Администрация Бийска пока не комментирует, будут ли применены какие-то санкции к перевозчику, нарушившему условия контракта. Автобусы нового предпринимателя будут ходить по прежнему маршруту. Изменится только интервал движения. Газели будут ездить реже через 10-12 минут. Ну а вот пьяных водителей, которые совершают смертельное ДТП, предлагают наказывать за умышленное убийство. Пока это лишь инициатива, которую внесли на рассмотрение в Государственную Думу, вопрос планируют обсудить на ближайшие сессии. С инициативой выступил депутат Вячеслав Володин. По его мнению, если человек сел за руль пьяный или под кайфом, значит, имел умысел. Соответственно, и наказание должно быть строгим. За умышленное убийство Уголовный кодекс предусматривает до 15 лет лишения свободы. Напомним, жители Брунаула ждут наказания виновника резонансной аварии, которая случилась в октябре прошлого года. По вине пьяного Александра Руденко погибли три человека. Еще один до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии. По делу уже прошло два судебных заседания. Третий назначен на 9 апреля. Обвинение настаивает на самой строгой предусмотренной законом мере наказания. До девяти лет лишения свободы. Но адвокат Руденко намерен срок сократить. Депутаты Краевого законодательного собрания обсудили проблемы, которые появились после принятия нового закона об обращении с бездомными животными. Документ уже вступил в силу, но четкого механизма отлова, содержания и строительства новых приютов в нем не предусмотрено. О том, как эти проблемы предлагают решать краевые депутаты, расскажет Андрей Дреер. Это щенки на улице Фурманово, которых мы сняли в феврале. Они живут в заброшенном доме вместе с целой стаей, которая мешает жить всей улице. В приюте для них места нет. С начала этого года федеральным законом об обращении с животными усыплять бездомных дворняк без медицинских показаний запрещено. Одержать их пока негде. Краевые депутаты для исполнения федерального закона приняли местный проект. Но в нем пока много недоработок. Чтобы их решить, ЗАГС Собрание организовало рабочую группу. По мнению депутатов, основной проблемой является то, что органы искусственного управления не создали пункты передержки животных. И надо сделать это за них. Представители муниципалитетов парируют. Управление ветеринарии само виновата в том, что города и села не создают места для передержки. Ведь регламент отлова и содержания, принятые управлением, связывает руки. Желающих заниматься этим бизнесом просто нет. И господин Анатолий Торч должен это знать. Да, того они зарегламентировали эту процедуру, связанную с рекомендацией и приказами. Но, извините, те люди, которые этим занимаются, иногда крутят у виска. Вообще, эти рекомендации и приказы делали специалисты, которые знали, что такое животное. Либо нет. Представители муниципалитетов предлагают по старой традиции полномочия по отлову и содержанию животных вернуть государству. Города и села этой нагрузки, по их словам, просто не выдержат. Ведь занятие это крайне невыгодное. Финансирования недостаточно. Я должен сказать, что мы проанализировали в рамках рабочей группы ситуацию в других субъектах и, должен сказать, не в пользу нашего родного Алтая. Большинство субъектов с точки зрения финансирования где-то даже кратно сумму выделяют больше. В прошлом году на отлов, прививки от бешенства, стерилизацию и содержание бездомных животных было выделено 8 миллионов рублей. В республике Алтай, где население почти в 10 раз меньше, чем в крае, тоже 8. Про эту проблему говорят и в действующих приютах. Оплачивается по факту только отлов, включая работу ловца и бензином транспорта, аренду этого транспорта. И оплачивалось весь этот период нам 10 дней содержания. Ни стерилизация, ни меткование, которое также прописано, что сейчас обязательно меткование всех животных, мы клеймо всем ставим в левое ухо. Ни стерилизация, ни меткование, ничего не заложено. Пока депутаты решили одно. Краевой закон, принятый в первом чтении, допустят и ко второму. Значит, полновочия ловить, прививать и содержать животных, скорее всего, перейдут муниципалитетам. А что делать последним, если приютов в крае почти нет? Чтобы ответить на этот вопрос, депутатам понадобится, пожалуй, еще не одно заседание. За это время щенки на улице Фурманово уже успеют вырасти. Андрей Дреер, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнаул приедут спортсмены из Соединенных Штатов Америки, Чехии и Словакии. В октябре в краевой столице состоится международный турнир Student Hockey Challenge. Наши спортсмены из Динамо-Алтай стали победителями международных соревнований и по правилам теперь обязаны принимать чемпионат на родной земле. Причем пройдут состязания в Барнаульском дворце зрелищ и спорта, который сейчас закрыт на ремонт. Работав в самом разгаре, на днях под деревянным потолком обнаружили следы пожара. Выяснилось, что в 2001 году произошло короткое замыкание. Из-за него загорелись деревянные перекрытия, которые впоследствии заменили. Возгорание было масштабным, но даже сейчас видно, что закоптило все крыло. Где-то 3-4 дня назад мы производили демонтаж деревянного потолка. Это по предписанию МЧС. Мы обязаны убрать все деревянные покрытия. И что мы и делаем? Разобрали все гардеробы, все потолки. С верхней крыши тоже будем убирать деревянные перекрытия. Это пропитывать балки. На сроки ремонта последствия старого пожара не повлияют, отмечают специалисты. Предстоит очистить потолок от копоти, побелить и натянуть новое перекрытие. Впереди серьезные работы по замене электропроводки, ремонту вентиляции и приведению всего здания в современный вид. На все у строителей полгода, но к международному хоккейному турниру ремонт обещают закончить. А вот заброшенный парк на проспекте Космонавтов начнут восстанавливать, возможно, уже в этом году. Инициативная группа представила в Барнаульский градостроительный совет проект реконструкции аллеи Героев Советского Союза. Когда ей вернут цивилизованный вид и как именно она будет выглядеть, выяснял Илья Кочетков. Для Инны Тушевой вернуть цивилизованный вид парку Победы – то, что называется «дело жизни». Именно благодаря ей многие барнаульцы узнали, что аллея на проспекте Космонавтов когда-то была частью настоящего парка. Больше двух лет назад с группой единомышленников Инна стала проводить здесь субботники. Аллея заметно похорошела. Здесь проведен целый комплекс работ, то есть она приведена в надлежащее санитарное состояние, вырублены аварийные деревья. Те деревья, которые можно было сохранить, они сохранены. То есть здесь стало безопасно, аллея имеет на сегодняшний день надлежащий вид, осталось восстановление ее исторического значения. Вот он, следующий этап работы – полноценная реконструкция. Хотя, обещают авторы проекта, выполнившие его, кстати, бесплатно, он должен быть даже масштабнее, чем когда-то. Так на аллее появятся сразу три монумента. В первую очередь будет центральная стела, расположенная как раз вот в этом месте. Она будет представлять из себя проходную арку в виде звезды, будет подсвечена красным светом. Ну, красный свет в данном проекте является основным, и он создает некую такую красную линию, которая будет длиться до самого конца проспекта. Руководитель проекта Лариса Шокорова говорит, реконструкция важна, чтобы восстановить не только историческую, но и градостроительную справедливость. Практически в каждом районе города Барнаула есть какие-то памятные места, посвященные Великой Отечественной войне. А вот в этом районе как раз такое место и отсутствует. Проект парка, возможно, рассмотрят на Совете уже в мае. Далее предстоят общественные слушания, обсуждения, которым активисты намерены привлечь всех неравнодушных барнаульцев. Тогда, по словам организаторов, станет понятно, сколько понадобится на реконструкцию средств. А пока, к 9 мая, они планируют снова провести в парке «Субботник», куда приглашают всех желающих. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Черника Форте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черника Форте для всей семьи. И даже детям с 3 лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае переменная облачность без осадков. Прохладнее всего ожидается в Камни-Наби около 4 градусов выше 0. В Бийске и Славгороде – 10. В Белокурихе, Змейногорске и Рубцовске – до плюс 17. В Барнауле без осадков ночью около 0, днем 5 градусов тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Все новости к этому часу. До встречи.